08, 07, 2024 год, вы с Олегом Соскиным. Ну что, день начался очень-очень трагично. В общем-то, я вам описывал данный сценарий, говорил, что это должно где-то так и быть. Вот, и оно произошло так. Кстати, что это 6, 7, 8, как раз эти дни, там, такие, знаете, да, отмечают там через костер, прыгают, еще что-то пускают, да. Ну, короче, что-то произошло. Пробили Киев, пробили Кривой Рог, Днепр серьезнейшим образом. Десятки погибших уже, сотню, я думаю, под сотню будет пострадавших, раненых. В Кривом Роге уже более 10 погибших, более 30 раненых. Кривой Рог, помните, да, чей город малый, где родился Зеленский, его жена, там, родители его, родители жены его, да, ничего не может сделать. Все, только Зеленский причитает, там, причитает, дайте, 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 дайте. А что далее? Дети патриоты. Без угла говорит, что две системы патриот потеряны, да. Так только говорят, германская пришла патриот, а пробили только так. Так и Кривой Рог, и Днепр, и самое главное, пробили очень серьезно Киев. Пробили настолько мощно, что фактически это означает, что вот два года прошло, и получается февраль, март, апрель, май, июнь, пятый месяц начался третьего года, оказалось, никакой противовоздушной обороны Киева нет. Все это оказалось просто фантазмы Зеленского, теперь Сирского, вот этого вот руководителя ПВО. А безумно, правильно получается, про него сказало, что он не очень в этом плане, так сказать, серьезно, можно говорить о серьезной ПВО. Вот как в воду глядела безуглая, да. Ну, видимо, ж надо человека немедленно снимать и начинать расследование. А где Зеленский, не знаете, нет? Он в Польшу улетел, подписывать угоду. А с Польши он куда улетит? Он улетит в Соединенные Штаты Америки, Вашингтон, там тоже отлично, и в Польше хорошо, в Варшаве, а в Вашингтоне еще лучше, там он будет участвовать в этом собрании НАТО юбилейном. А зачем он там нужен? Все равно, что не это бесполезно все, никто Украину в НАТО не берет. То есть, произошла колоссальная трагедия. Зеленский убежал, Ермак убежал, он убежал во время этого. Видимо, жена тоже уехала, родителей, наверное, аж увез. То есть, поврежден он серьезнейшим образом. Ахмадед – это центральное такое медицинское детское учреждение. По сути, я так понимаю, что он уже не будет работать. Там очень большие разрушения. Повреждены, очень большие повреждения в районах, электроподстанции уничтожены, электроснабжение в районах уничтожено, в дом попали в Шевченковском районе, там тоже очень какая-то плохая ситуация. Ходит этот Кличко, такой там, и главное же правду не говорит, все же уже совсем боится. То есть, уже везде такой, ну, как бы уже такой, знаете, вроде как мэр, а вроде голова миски, а вроде это, что он еще возглавляет ассоциацию миских и ссылочных гулев Украины. Представляете такое вот все. Конечно, это уже, ну, видно, что человек абсолютно, как бы, не в состоянии осуществлять лидирующую, играть роль в местном самоуправлении, а по Конституции это мощнейшая ветка власти в Украине. После первичной ветки, основы всего вообще, это власть народа. Источник власти в Украине это народ. А власть узурпирована, как известно. Государственной, репрессивно-карательной машиной, которая захвачена группой, даже не актеров, а какими-то провинциальными шоуменами, такими, знаете, которые им на ярмарках такие выступали, на ярмарках, на базарах кривлялись. Вот. И такое просто политик, кривляли политических фигур, передергивали, перекривливали. Вот. В этом и же суть. Но это же даже не классический театр какой-либо. Это сегодня руководители страны уже все закончились полномочия, но тем не менее. Вывод какой делаем? Конечно, это серьезная катастрофа, трагедия. Она показывает, что Украина уже не может воевать. Она не в состоянии воевать. Поддерживать эту интенсивность войны Украина не в состоянии. Но это не война, она же не объявлена. Это уровень этой кровавой мясорубки. Она все больше затягивает туда, все больше и больше. Миллионы новых людей, разрушений и так далее. Победить сегодня Российскую Федерацию Украина не может, потому что она не имеет ни своего оружия, ни денег. И люди, мужчины не хотят идти туда, на эту бойню. Да и нечем. Зеленский это подтвердил, что 14 бригад сформировано, насильно людей похватали. А оружия нет у этих 14 бригад. То есть, в чем смысл тогда, понимаете? Те бригады, которые стоят, их просто стирают абсолютно какие-то невменяемые чекистко-коммунистические военно-начальники. Не обученные, ничего не умеющие, вообще совершенные какие-то, в основном, дилетанты. Прорыв фронта продолжается. Российская армия захватывает все время, каждый день, маленькие села. Каждый день идет захват. Ничего сделать сирский не может, ни этот начальник штаба, никто. Но это называется уже катастрофа, коллапс. То есть, вывод какой? Очень простой. Тем более, учитывая, что Байдену предлагают вообще сняться, потому что у него идет просто на глазах как бы его полное падение всех его показателей, скажем так, мягко говоря, да, то он уже не в состоянии влиять на эту мясорубку в Украине. Все остальные тоже. Ну и что? Ну, приехали эти в Одессу, встретился вчера с ними Зеленский, с министром обороны Нидерландов и иностранных дел. Ну и что? Ну, поговорил он. Ну, встретился он с министром обороны Туманного Альбиона. Ну, поговорил. Ну и что? Это что-то дает? Нет, ничего не дает. А реальность? Вот вы сегодня все ее видите, эту реальность. Это то, что я вам объяснял, что это рано или поздно будет удары по Киеву. Больше сорока ракет. Кто-то там говорил, что ракет нету, все есть у них. Это ж еще лгут. Не говорится о реальных потерях, попаданиях. Там в Сумах попали, что же в серьезный критический объект, в других городах попали. Это ж массированные удары. Ну, плюс ложь, абсолютная ложь вот этого всего так называемого сегмента ПВО о том, что они сбили, что они сбили. Поэтому надо отменять военное положение немедленно. Ну, вообще, Зеленский должен немедленно уйти, власть надо передать. Он уже не является дееспособным и правочинным, я бы так сказал. Это уже просто реальный ни на что не способный узурпатор. Это уже можно четко говорить. вместе с никем не назначенным, вообще не занимающим никакой государственной должности его человеком Ермаком вообще непонятно, кто это такой, что он, какие функции выполняет и кто его контролирует и ведет. Ну, и по сути СБУ это уже структура, которая находится в руках Зеленского. Оно никак не контролируется сегодня украинским народом. Естественно, эти причитания там всяких оголтелых ура-патриотов, что вот, мир пусть смотрит, да миру плевать на это все. Абсолютно. У мира он есть Газа, есть Ливан, есть куча других всяких этих стран. Афганистан есть там, где чистый геноцид по отношению к женщинам, Иран. Уйгуры, вы что думаете, вы такие прямо все продвинутые и на вас свет клином сошелся. У Германии есть ВРГ нормально, у них футбол есть, будут часы, у них полуфинал и потом финал будет. Франция все хорошо тоже прошла через выборы, у них будет Олимпиада, мир будет весь в Олимпиаду погружен. Испания, Португалия, Греция, все остальные себе просто отдыхают. Им вообще глубоко, как говорится, по барабану то, что в Украине происходит. Кто? Кто? Кого это заботит? Вы помните, дорогие мои, там это пишут телеграм-каналы, весь мир смотрит. Да кто смотрит? Никто никуда не смотрит. О чем вы? это настолько совершенно безумное представление, что Украина в центре чего-то находится, кому-то там это вообще трогает эти трагедии, Украина, что они происходят. то есть совершенная неадекватная оценка, анализ действительности. Просто вы Зеленского слушаете каждый вечер и вам что-то кажется. А так это люди живут, все страны, 193 страны живут своей жизнью. Миллиарды людей живут своей жизнью, у каждого свои вопросы. Моди сегодня приехал к Путину целоваться будет отниматься премьер-министр, который может 45 часов сидеть в этом самом состоянии погружения в эту нирвану и в эту медитацию. Он поехал решать вопросы. Орбан был в Китае и сейчас едет в Вашингтон. Создал свою фракцию правых в европейском парламенте. Европейский парламент формирует свою структуру. Сегодня Европейский Союз без руководителей находится. НАТО, но еще НАТО. НАТО занимается своими вопросами. Кто? Мир? Мир занимается Сирией, в Иране там выборы, они своими вопросами занимаются. Япония своими вопросами. В Китае там города затопило, там свои вопросы, везде свои вопросы. Поймите, надо понять гражданам Украины одну четкую вещь. Украина практически основную часть мировых людей, мира и стран, государств не интересует со своими проблемами. все. Можете это понять или нет? Так же, как Зеленского, который уехал в Польшу и потом, еще раз подчеркиваю, полетит в Вашингтон. Он просто играет роль. Все. Уже четко видно, что роль он провалил. Спектакль это трагедия, которая уже больше двух лет идет в Украине, она приобретает все более черные цвета. выхода из нее практически что? В рамках модели, на которой настаивают Зеленский, слуги народа и все остальные, такого выхода нет. Единственный выход, нормальный, это двигаться путем немедленного мирного соглашения, перемирия и прекращения огня. Причем есть же пример очень классный, просто один к одному подходит для Украины, это война Советского Союза и Финляндии, 1939-1940 год, но она больше, как бы этот период можно брать с 1917 и по 1900 считайте где-то 1946-1947 год. Вот в принципе очень похоже. Просто Финляндия небольшая была, Советский Союз огромный в нашей ситуации параметры другие, значит мы можем добиться значительно большего, чем добилась Финляндия. Делаю вам сейчас анализ этой войны и этого противостояния. Вот такой вывод делаем дорогие мои, то есть все разговоры власти Зеленского, вот этого ПВО этих всех других там сирских показали, что руководство вооруженных сил Украины во всех в основном особенно ПВО оно абсолютно недееспособное, так же как сирский. Это все называется очковтирательство, наведение тень на плетень. Поэтому надо менять руководство страны и соответственно руководство вооруженных сил. Ну и исходить из реальности. А те уропатриоты, которые там заявляют, что надо еще бросить мужчин на эту мясорубку. Оружия нет, еще раз подчеркиваю, вообще ничего, денег нет, оружия нет, вообще ничего нет, вообще полный же крах страны. Те, пожалуйста, выдать им надо оружие, автоматы, там еще что есть, одеть их в сапоги и бросить их на передовую, всех до единого бросить на передовую. С этим любителем этих пингвинов и всего остального. Все, кто говорят, что надо бросить людей, забрать мужчин и воевать, вот их всех надо туда на передовую. Пусть там воюют, нет проблем. А во голове должны стать очень серьезные мудрые люди, которые начнут переговоры и выйдут на мирное соглашение. И пусть другие страны выйдут на передовую вместо Украины и пусть они имеют дело с Путиным. Украина должна уйти с этой амбразуры. Пусть они воюют, пусть они с ним борются. Ну вот включите мозги, или вы хотите дальше гибнуть. Ну а в киевлянам я говорил, нечего там сидеть. Сидят, гуляют, на пляже ходят. Я предупреждал. Вот догулялись, досиделись. Еще будут удары. Он не остановится. Ну маньяк. Но маньяку очень невыгодно вести эту бойню с Украиной. Ну невыгодно ему. Надо этим воспользоваться. Но нужны другие быть переговорщики. Другие. Они вот эти дети с этих бродячих театров Шапито и ларечников всяких. Надо дети должны быть или их надо военную форму одеть и бросить на передовую. Пусть они покажут, как надо воевать нам. А зрелые люди должны сейчас начать этот другой процесс и воспользоваться тем, что есть Орбан, тем, что есть Фица и другие серьезнейшие фигуры. и есть возможности надо ими воспользоваться. Немедленно надо ими воспользоваться. Или я не прав, как вы думаете? Надо дальше гибнуть и за кого гибнуть-то? За кого? За Зеленского, за его жену, за кого? За кого? Расскажите. Можете ответить на вопрос? За чьи интересы, за чьи деньги? Если болтовню отнять, то за что надо гибнуть? Просто уберите болтовню навигласов, которые вообще ничего не понимают, или там зацикленные какие-то. Подумайте, вот как я вас учу, политэкономически. Людьми движут интересы. И интересы ищите, кому это выгодно. Вам выгодно? Вы что-то от этого получите? Нет. Тех, кто сотни тысяч погибли и ранены, они что-то получат? Нет, не получат. Так тогда ответим вопрос, кто получит и кто уже получает. А есть просто болтуны, которые создают вот этот фон декораций. Как в 95-м квартале. Девочки кан-кан танцуют, мальчики в трубы играют, потом выскакивают, фейерверки бьют, музыка играет. это для чтобы отвлечь внимание карнавального сообщества, общества спектакля, которое еще и деньги свои за этот спектакль отдает. Но сейчас это кровавый спектакль. до новых встреч!